Впервые среди международных наблюдателей на парламентских выборах в Австрии, которые пройдут в это воскресенье, будет работать представитель Казахстана, глава Центризбиркома Нурлан Абдиров. Предварительные опросы в этой стране показывают, что за правящую консервативную австрийскую народную партию выступает четверть избирателей. Ультраправые вполне могут получить до 27%, а социал-демократы до 20% голосов. Моя коллега Жанат Эрнст продолжит тему. Последние социальные опросы перед предстоящими уже завтра парламентскими выборами в Австрии показывают, что два основных фаворита это консервативная австрийская народная партия и ультраправая австрийская партия Свободы идут почти вровень. Однако аналитики не исключают победы ультраправых. Австрийская партия Свободы имеет схожие с венгерской правящей партией Фидес взгляды. Вместе с чешским движением акция «Недовольны граждан» все три партии даже объединились в июне в отдельную политическую группу Европарламента «Патриоты за Европу». По мнению наблюдателей, прямолинейную и подчас жесткую риторику австрийской партии Свободы по вопросам инфляции, миграции, других внутренних и международных проблем разделяют многие австрийцы. Они ждут перемен, в частности, в части обновления состава и действий правительства. Я думаю, что будущее в Австрии в рамках Европы позитивно. Нужно смотреть на ситуацию внутри страны и экономики. Будет сложно в ближайшие 2-3 года из-за всех кризисов вокруг нас, в Европе и на Ближнем Востоке. Критична также ситуация с выборами в США. Это все сейчас влияет на ситуацию в Австрии. Я ожидаю, что у нас будет создано новое правительство. Мы уже пережили много проблем. Люди пострадали в период пандемии. Нам нужно правительство, которое использует деньги на нужды народа. Мы не против иностранцев, живущих здесь или приезжающих мигрантов. Мы против криминала, и мы бы хотели большего контроля или регулирования уровня преступности со стороны пребывающих. Когда иностранцы занимаются криминалом, то вполне естественно, что местные жители и партии хотят регулировать это. По предварительным опросам, разрыв между ультраправыми и консерваторами незначительный, всего в 2%. Однако наблюдатели обращают внимание на то, что правые лидируют во всех опросах с конца 2022 года. А в июне они победили на евровыборах по стране. К тому же австрийские ультраправые в разное время уже входили в состав трех правительственных коалиций и имеют достаточный политический опыт. В случае победы на выборах консерваторов, они обещают объединиться с либералами и социал-демократами. Если все же партия свободы наберет больше голосов, то это будет первая победа ультраправых во всей истории Австрии. Ну и в этом случае создание коалиции будет делом непростым, говорят эксперты-аналитики. Жанна Терна, Жомар Тахметов, 24КИЗ, Австрия, Вена.